Ну что, наконец-то мы дождались Дождались этого совершенно необыкновенного момента Ну, по крайней мере, для меня То, что мы начинаем строительство моего нормального Такого огроменного дома А может быть и замка, я бы даже сказал Да, наверное, это будет всё-таки замок на горе Здесь моё временное бомжатское убежище, так сказать Кроваточка Сундучок Это, как говорится, временной мере Пока стройка идёт Ну что ж, думаю, что сегодня замечательный день Не будем мы долго размусоливать и разговаривать Давай же сразу приступим к строительству ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я, наверное, строил этот дом целую неделю. И сейчас мы находимся с другой стороны нашего замка на горе. Вон там вот, если можешь уже увидеть какие-то небольшие силуэты, такие космические кораблики какие-то в небе, словно НЛОшечки. Это как раз-таки мой замок. Он просто не прогрузился. Сейчас мы будем ближе подходить, и ты увидишь. О-о-о-о, он прогружается, смотри, как... О-о-о-о-о, какой дом! Замок на курьих ножках. Блин, на самом деле, вон та поддержка снизу, которая держит всю эту конструкцию, чтобы она нафиг не отвалилась, не развалилась, с этой горы не улетела. Она какая-то маленькая. Да, ножки, конечно, так себе. Надо будет это все дело потом закрыть. Конечно же, это не финальный вид нашего дома, но в нем уже можно жить. Ладно, пойдем, покажу, что там внутри. Вот он, мой замок на горе. Красотища какая! Все светится, какие двери здоровенные, мощные, да? Вот эта вот штука, это картонная статуэтка создателя. Ну, видишь, у него тут пила в руках. Голова картонная, ну, точнее, из коробки стоит. А это каменная такая статуэтка. Ну, вот. Сверху у нас обязательно, конечно же, флаги. Флаги нашего дома. Наверху у нас тоже есть факелы, чтобы можно было разглядеть наш замок издалека. Ну, а сама эта башня, это смотровая площадка. Мы на нее с тобой поднимемся. Итак, заходим. Как они мощно открываются. Кстати, двери сделаны из меди. Мне кажется, или кто-то к нам в дом. Ага, к нам хочет кто-то в дом пробраться. Добрый день, а у вас хлебушка, случайно, не найдется? Нет, дружище, не торгую, извини. Давай, брысь отсюда. Ты, ты, слушай, а по пить есть, чувак? Нет, чувак, нету. А, 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 это, это, ну, ну, это. Слушай, чел, отвали, а. Нет у меня ничего. Для тебя, по крайней мере. Все, хватит тут как телевизор вещать. Сейчас заколочу это окно. Ладно, ладно, пошел я. Так, ты меня задолбал, иди сюда. Я, кажется, непонятно. О, наконец-то. Больше нас никто не будет отвлекать от нашего шоурума. Итак, значит, вот мы зашли и захлопнули нашу мощную, могучую, медную дверь. И мы сразу же видим нашу рабочую зону. Здесь у нас горн. Это кузница. А это у нас шкура-выделка. Вот тут вот у нас картина волка висит. Подсвечивается она двумя крутыми факелами. Ну, как крутыми, так все факелы, но, в принципе, зачетно смотрятся. Тут у нас зона релакса. Отсюда я наблюдаю за своими владениями. Вот на этом троне я сижу за круглым столом. Конечно же, если ко мне приходит кто-нибудь в гости, здесь появляются еще дополнительные стулья. И мы сидим, пьем чаи и смотрим на эту прекраснейшую панораму. О, как это круто. Да. Значит, смотри. Вот это у нас магический столик. Здесь у нас два сундука. Один у нас для всякого барахла. Другой у нас вот для таких камушков. Бриллиантиков из омродов, рюбинов и прочее всякое. Вот. Здесь у нас замечательное окно. Там сверху у нас тоже есть окно. О, наверху у нас висят люстры. Вот такие вот. Я, правда, не знаю, за счет чего они горят. Вроде газ я не подводил. Углей не накладывал. Ну, они горят и слава богу. Вот. Здесь у нас есть еще одна дверь. Эта дверь ведет, ты уже, наверное, догадался, в башню. Вон туда наверх. Мы обязательно откроем эту дверь и поднимемся с тобой. Вот. Тут у меня зачетнейшая кровать дракона. Властелин драконов. Или как это можно еще по-другому назвать. Конечно же, здесь еще змея вот так вот вырисована. Непонятно, почему она здесь вырисована. Но это стандартный шаблон кровати. В общем, фиг с ней. Ну и, естественно, сундучок для всякого моего барахла. Ионовая сабля. Джедайский меч по-другому. Ну и куча всяких стройматериалов, которые мне не понадобились при строительстве моего дома. В этой области у меня также находится ящик. Этот ящик у нас в основном для шкур выделки. Висит шикарнейшая картина с панорамным видом из моего окна. Да, я в прямом смысле сфоткал вот это вот. И перенес на эту картину. А вот это вот. Вот это вот. Вот смотри, как все сверкает красиво. Это ракета. Ракета Илона Маска. Которая отправит меня в космос. Да не шучу. Это, короче, просто... Как эта штука-то называется? Во. Древняя статуя первопроходца. Промо-статуя в честь тех, кто присоединился к нам при первом запуске в Steam. Вот, короче, она у меня есть. И я ее поставил. Вот. Ну, чтобы место забить. В общем, в принципе, я вроде бы все здесь показал. Вот такой вот у меня замечательный шишиши домик получился. Теперь пойдем уже наверх. Кстати, да. Дверь у меня есть здесь. И здесь. То есть здесь такой сквозной проход. Вот. Ладненько, давай закроем здесь. Чтоб сквозняка не было. Чтоб пердуль не продуло. Вот так и закрыли. А вот это помещение у меня... Нет. Это не площадка для тарзанок экстремального вида спорта. Конечно, видок здесь очень крутой. Но это место предназначено для того, чтобы сделать здесь лестницу, которая будет спускаться вниз. Может быть, я, конечно, канатную веревку сделаю. Если она тут появится когда-нибудь. И еще здесь будет долинный навесной мост, который будет идти вон в ту гору. То есть ты представляешь, навесной мост. Вот такой длинной. Он будет подсвечен. Эта ночь будет просто шикарнейше выглядеть. И я смогу очень быстро перемещаться со своего дома в гору ада. Как ты помнишь, да, здесь у нас был нарисован черепок. Ох ты ж, нифига себе. Ты посмотри, как у меня стало обозначаться моя крепость. Я раньше этого на миникарте не видел. Офигеть, как это опупительно. Мой дом удостоен личной иконки на карте. Ну, вот так вот выглядит мой замок в ночное время суток. Все светится, все подсвечено. Наверху тоже все светится, все очень красиво. Закрываем. Воу-воу-воу, дружище, стопэ. Дверь закрывается, поезд отправляется. Хе, шуруй отсюда, рогатый. Ну все, погнали наверх. Тык. Вот эту дверку надо закрыть. Опа. И теперь наша дорога лежит только наверх. Вот такая вот лесенка здесь, замудренная. Поднимаемся по ней. Ну, наконец-то мы поднялись. Фух, это было долго и потно. Это величественная, самая высокая искусственно созданная башня в этом картонном мире. Здесь, конечно же, искусственные лестницы. Да. Ты уже, как понял, я их сделал из искусственного картонного камня. Вот так вот мы по ним поднимаемся и можем встать на заборчик. Ну, это, конечно, не заборчик. Вот так вот, наконец-то. Если переусердствовать, можно улететь вон туда вниз. И расшибиться в лепеху. Да, поскольку здесь очень темно, нифигашеньки не видно. Только очертания дьявольской горы. Вот. Ну, в общем, вот что у меня наверху. Ничего особенного, ничего интересного. Но днем здесь очень круто. О, рогач вон бегает. Смотрит на меня. Все думает, когда же я спущусь. Ладно, прыгаем. Опа. Здесь у нас висят флаги. Я их тебе уже показал. На них кое-что написано. Сейчас я тебе покажу, что. Вот так вот. Инициалы игры, карт лайф. И вот сверху я не понимаю, что написано. Ну, в общем, как так. О, сколько у меня посетителей. Точнее, сколько у меня гостей просится ко мне в квартирку. Нет, чуваки, я вас не пущу. Сегодня у меня ТОС с моими подписчиками. Все, отвалите. И еще преимущество того, что я здесь не заделал проход, вот эта возможность запрыгнуть в мой дом через крышу. Когда нет возможности зайти через главный вход. Когда вот тебя преследуют твои фанатики. Смотри. Вот бегают тут и бегают. Не дают мне пройти. А я сейчас вот так вот через задний ход-проход зайду. Надеюсь. Я надеюсь, что у меня это получится. Если не получится, это будет эпик фейл. Опа. Не получилось. Да. Ну, по крайней мере, мы сможем посмотреть сейчас на мой домик. Ночью издалека. Кстати, нифига не видно. Да. Что-то он как-то не подсвечивается. Ха. Рогач вместе с роботом полетели за мной вниз. По скалам спускается. Вот же ж вы отбитый на голову, а. Ну что ж. Я думаю, что на этой шикарнейшей красивой ноте... Сейчас еще факел возьму в руки. Да не серпа факел. Где факел? Факел. О. Вот так вот. Не, факел ни о чем. Лучше вот так вот. Джедайский меч всегда в тему. Ну, предлагаю на этой шикарнейшей красивой ноте закругляться. Вот такой вот интересненький домик у меня получился. Если тебе понравилось, то с тебя лайкосик. А также оставь свой крутой комментосик о том, что ты думаешь насчет моей постройки. И моего нового замка на горе. И также не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие серии по карт лайфу или по другой твоей любимой игре на моем канале. В общем, подпишись, чтобы не пропустить. Ну, а я с тобой прощаюсь. Тебе покеда, удачки и всего самого лучшего. Увидимся в новом видоске.